А теперь, добрый день, дорогие друзья, теперь давайте поговорим о гладиолусах. Пришло время проверить свои луковицы гладиолусов, которые где-то у вас хранятся, очистить от старых чешуй. Для чего? Для того, чтобы проверить их состояние от сухих чешуй. Значит, обращать при этом внимание надо на что? На донца. Это повреждение, часто бывает сухая гниль, еще какие-то повреждения у донца. И хотя могут быть и повреждены сама клубня луковицы, но это как бы реже бывает. И еще при этом я хотела сказать, что вот с чем я сама сталкивалась. Перед посадкой стали обрабатывать луковицы слабым раствором марганцовки, ну как профилактика. И оказалось, что под сухими чешуями, которые вовремя не были убраны, тля, натуральная тля, много. И вышло, что из-за этого потом погубилась вся коллекция. Потому что, во-первых, уже получилась задержка, потом сортовые надо каждый сорт отдельно обрабатывать, это еще растягивается, а тля работает в это время. Не я хранила луковицы, мне их перед посадкой практически дали. И, значит, вот поэтому время не надо упускать. Проверить свои запасы. Значит, если луковицы, мелкие повреждения, то их вырезают и обрабатывают зеленкой или марганцовкой. Некоторые цветоводы считают, что обработка зеленкой лучше, чем марганцовкой. Потому что зеленка как бы способствует росту, а марганцовка крепкая, она как бы задерживает рост. Я это не проверяла, но мне говорили садоводы, которые много лет занимаются, и в том числе гладиолусами. Вот, теперь проверили и опять положили их на хранение до время посадки. Но некоторые клубни и луковицы стали выпускать росток. Начали расти. Значит, они до время высадки в сад не доживут. Такие, ну, надеемся, что у вас их не так много, их надо посадить. Крупные луковицы садим в небольшую какую-то посуду, ну, типа каких-то баночек пластиковых. Опять же, можно в эти торфоперегнойные горшочки. Ну, вот мы с вами недавно разговаривали о том, что это не очень надежно. Что горшочек сам может оказаться очень жестким, и корни не будут проходить. В то же время он соединяется с почвой, его отделить-то потом корни порвешь. А то, что земли будет мало, неважно. Важно, что он уже в земле, и они не пропадут. Вот такой момент. А теперь молодые клубни-луковицы, гладиолусы, которые детки, самые крупные детки, которые мы оставили на то, чтобы новые луковицы хорошие получить. Если среди них началось отрастание, их тоже надо садить. Они маленькие, у них объем очень маленький, они высохнут очень быстро. Вот однажды мне садоводы о таком способе сказали. Берем кусок мешковины, стелим в ящик, в какую-то посуду, немножко насыпаем земли, и на эту землю высаживаем детку. И, может быть, даже и близко садим, потому что мы потом целиком весь этот пласт на мешковине высадим на грядку, в землю, не трогая сами луковицы. То есть, значит, вы делаете немножко концы больше, чтобы потом взять можно было, и перенести. Таким образом можно будет их спасти. Но если у вас 3-4 молодых клубни-луковиц, очень ценных вам сортов, тогда, конечно, можно каждый свой горшочек посадить. Хотя если много, то попробуйте, может быть, и такой способ подойдет. Но пересадку они не любят. И еще один момент. Лучше их высаживать уже теплую землю, чтобы температура почвы была где-то около 10, плюс 10 градусов. Опять же, вот мой собственный опыт показывает. Значит, я однажды одну партию высадила рано, а вторую я не успевала. Вот я вам рассказывала, что из-за ли пришлось затянуть обработку там и все. И я их высаживала, наверное, недели через 2-3. Но уже получалось, что тепло, все нормально. Так вот, которые были позже посажены, они начали расти быстрее, чем те, которые были посажены в холодную землю. И получается, что они обгоняли тех, которые мы слишком рано посадили. Хотя на тени и заморозки не подействовали, и ничего. Но земля не прогрелась, и они как бы снова заснули, получается. Да, еще мы можем использовать такой способ, чтобы сохранить луковицы. Посадить их не в маленькие горшочки, а сразу взять в контейнер, достаточно большую посуду с большим количеством земли, и посадить так, как мы бы посадили в саду по существу. Соблюдая расстояние между луковицами, чтобы им вольготно живось. А потом, когда будет тепло, контейнер выносится в сад. И только надо будет следить за поливом. Потому что в контейнере они будут больше сохнуть, чем в земле. Ну и, может быть, по краю, можно там еще какую-нибудь мелочь посадить, типа алицумов, чтобы он свешивался, прикрывал этот контейнер, и создавалась у вас какая-то композиция. Раньше такого не делали, но сейчас контейнеры очень распространены, и по городу их много высаживают, рассаживают контейнеры. Их вот можно и так попробовать. Конечно, это очень хорошая культура, интересная, и много очень разнообразных сортов.